Песня «Севастополь» Первая школа была построена на северной стороне Севастополя в 1907 году. Тогда она была церковно-приходской. Сюда ходили 150 ребят. Учительский состав включал всего пять специалистов. После освобождения Севастополя 9 мая 1944 года уже на 10-й день в приспособленных кабинетах школьники приступили к занятиям. Спустя всего шесть лет основное здание учебного заведения было отстроено. С того времени улучшается материально-техническая база школы, расширяется педагогический коллектив, увеличивается число учеников и все более значимыми становятся их победы. Сейчас в школе учатся более 800 ребят. История школы может гордиться очень тесной дружбой с ветеранами Великой Отечественной войны, которые совместно с обучающимися педагогами создали великолепный музей 2-й гвардейской армии, который действует и ныне. Наверное, держать планку такого имени школы было непросто. Но коллектив, я думаю, справляется с этим. 8 декабря первая школа Северной стороны, как ее ласково называют ученики, девятка, празднует юбилей. 115 лет со дня основания. Был комментарий во время ролика, много это или мало. На мой взгляд, это очень много. Это тот период, который позволяет, во-первых, сохранить историю. Историю своей школы. И мы видим, что наши ученики, они хорошо знают историю своей школы. Ученики девятки регулярно занимают первые призовые места в военно-спортивных играх «Рубеж» и «Зорница», региональных и всероссийских олимпиадах по предметам школьной программы. Гордится учреждения и педагогическим составом. Из 48 учителей 15 имеет высшую квалификационную категорию. Семеро педагогов работают в девятке четверть века. Учителя стараются разнообразить внеурочную жизнь детей, чтобы школьная пора запомнилась ребятам на всю жизнь. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Рядом совсем братское кладбище. А уж что говорить о годах Великой Отечественной войны. И, конечно, вторая героическая порона Севастополя и освобождение города – это все связано с этим местом, северная сторона. А школа, безусловно, была центром культурной, духовной жизни, образовательным центром северной стороны, а значит, частичкой нашего города, города-героя Севастополя. Но самое главное, что в этой школе всегда работали удивительные люди и учились очень интересные люди. За заслуги в области образования, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения коллектив девятой школы отметили благодарностью председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. За заслуги в области образования, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и в связи со 115-летием со дня основания коллективу государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя средней общеобразовательной школы номер 9 объявить благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Также педагогов отметили благодарностями правительства и законодательного собрания Севастополя. А ребята, в свою очередь, подарили пришедшим на праздник яркие и душевные музыкальные подарки. Моя Россия, моя страна, чтобы так красиво во все времена. Моя Россия, мои друзья. Маргарита Борисенко, Денис Александрович, Севинформбюро.